Друзья, всем привет! Смотрите, какое старое видео я нашел в архиве. На заднем плане еще Леон, совсем маленький, лежит в коляске. Это видео было снято примерно 10 лет назад. Когда мои собаки были молодые, то каждый день мы проходили или пробегали по 12-15 километров в день, а потом еще приходили в парк и играли с игрушками. Сегодня я, конечно, уже не могу такое сделать, ведь Остап уже не молодой, он уже вышел на заслуженную пенсию. Остапу исполнилось 11 лет в августе. Он еще, конечно, может пройти 10 километров, но уже не в таком темпе, как раньше. Так что мне приходится его выводить на прогулку, а потом самому идти на проходку. Я очень люблю ходить. Я могу в день пройти по 12-15 километров. Движение – это жизнь. Я вообще считаю, что правильное питание, здоровый сон, физические упражнения и прогулки на свежем воздухе продлевают нам жизнь. Это касается как людей, так и собак. А еще в семье, где живет собака, человек автоматически продлевает себе жизнь. Ведь если бы собаки не было, тогда придя домой после работы, люди часто садятся смотреть телевизор, ведут малоподвижный образ жизни, заплывают жирком. А если у тебя есть собака, то когда ты возвращаешься домой, она первая встречает тебя у порога, и ты просто обязан выйти с ней на прогулку. Ведь не зря говорят, что человек сам кузнец своего счастья. Выбор, конечно, за тобой, ведь жизнь твоя. Но прожить ее можно только один раз и решать тебе, быть здоровым или вести малоподвижный образ жизни. Я немного ушел с темы собак, но это очень важно знать. Сегодня весь мир движется в сторону технологий. Это, конечно, очень хорошо. Но если посмотреть на это с другой стороны. Дети сегодня совершенно не гуляют на улице. Большую часть времени они проводят в помещении, сидя за приставками, компьютерами и телефонами. Очень мало двигаются, что приводит к ранним заболеваниям опорно-двигательной системы. Сегодня, если предложить ребенку выбрать в подарок щенка или смартфон, то я больше, чем уверен, что ребенок выберет второе. А как считаете вы? Как вы относитесь к тому, что я рассказываю? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Еще я прошу вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Поставите, пожалуйста, этому видео лайк. Вам это ничего не стоит. А мне будет очень приятно. Этим вы меня поддерживаете и даете мне мотивацию делать новые видео. Так вот, продолжим нашу тему о здоровье. Знаете, на что я еще обратил внимание? Это Wi-Fi. Сегодня мы окружены облучением со всех сторон, когда я включаю поиск своего домашнего Wi-Fi, то мне выдает в списке еще 10-15 точек моих соседей. Вы представляете, в каком облучении мы живем? А знаете, что самое смешное? Часто вижу людей, бегущих по улице. Они спортсмены, но при этом у них в ушах беспроводные наушники. Они, с одной стороны, хотят быть здоровыми, заниматься спортом, а с другой стороны, облучают свой мозг. А вы когда-нибудь задумывались о питании? Что вообще продают в супермаркетах? Сегодня очень мало полезной еды мы употребляем. И это не есть хорошо. А вы обращали внимание, сколько сахара мы едим? Ведь сегодня даже в простом хлебе есть сахар. Куда ни посмотри, он повсюду. А вы когда-нибудь пробовали полностью отказаться от сахара? А вы знаете, что у вас первые три дня будет ломка? Сахар, он как наркотик влияет на наш организм. Сахар приводит к множеству заболеваний, он ослабляет наш иммунитет и даже приводит к онкологии. Если вам интересны такие темы, то пишите. Я могу вам много рассказать про здоровье. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Я желаю всем удачи и увидимся на следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok